Привет, друзья! Канал Longplay, Саша, Ваня снова с вами в последний перед небольшими летними каникулами раз. Ближайшим летом канал Longplay будет выходить немножечко реже, но все равно будет выходить. Оставайтесь на связи. Сегодня продолжаем исследовать тему о происхождениях, названий и псевдонимов исполнителей. Я прям как чат GPT. Причем преимущественно сегодня так получилось. Мы еще не знаем истории друг друга, но просто предварительно обсудили, речь пойдет о псевдонимах как раз таки. Да, но и без групп мы вас не оставим. Сегодня вспомним много интересных, старых, новых, коротких и длинных имен. Разных. Обожаю придумывать на ходу эти подводки. У нас скоро 200 выпусков, это 200 уникальных подводок. Поехали. А для начала рубрика легенды о городах. Вместе с нашими друзьями авиасейлс сервисом для покупки дешевых авиабилетов. В ней я рассказываю несколько интересных фактов о песнях, посвященных различным городам планеты. Ведь на авиасейлс есть путеводитель. Короче, о городах, где можно найти как известные всем достопримечательности, так и необычные локации от местных жителей. Ссылка на гид. В описании. Летим сегодня в Копенгаген. И слушать будем Тома Уэйтса с его блюзом Тома Трауберта, а также известным как Вальсирующая Матильда. Хоть написана песня была в Лондоне, записана в Лос-Анджелесе, вдохновлена она все-таки была его прогулками по датской столице. А там в июне 76-го Уэйтс познакомился с певицей-скрипачкой по имени Матильда Бондо. Та показала ему город, а потом они по ее же заявлению очень много вальсировали. И хоть звучит это все романтично, на самом деле все не так весело. Перед исполнением этой песни на одном из концертов Том рассказал предысторию. Однажды в Копенгагене я встретил девушку Матильду и очень перебрал в тот вечер. В общем, эта песня о том, как мне было дурно в чужом городе. Такой сегодня была рубрика «Легенды о городах» вместе с Авиасеос. Еще увидимся на новых музыкальных точках планеты, а сейчас идем дальше. Ну что, Иван, какие псевдонимы из 70-х или родины эпохи вы нам сегодня предоставите? Как в воду глядели? Откуда вы знали? Вы не только угадали, что это будут 70-е, даже конец 60-х, но это будет, конечно, наш любимый классик-рок. 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 Редус-хит. Более того, история, которая для меня стала открытием, вот реально, хотя я огромный фанат этой группы. Смотри, участников этой группы звали так. Роберт Плант, Джимми Пейдж, Джон Боннам и Джон Пол Джонс. Очень неизвестная группа. Лед Зеппель. А теперь, внимание, вопрос. Напишите в комментариях, прежде чем мы открыли все тайны, ну не все, некоторые, какой из этих имен псевдоним? А, я просто хотел тебя уже останавливать, говорить, что Лед Зеппелин мы обсуждали в одном из самых-самых первых выпусков и обсуждали, почему свинцовый, как бы, Лед... Да, все так, но речь не про Лед Зеппелин. Какой из этих имен псевдоним? Давай еще раз. Роберт Плант, Джимми Пейдж. Окей, Джон Пол Джонс звучит как прям имя графа. Джон Боннам тоже вполне себе фамилия. Так. Теперь, страница или растение? Страница или растение, напишите в комментариях. Хорошо, я за Джимми Пейджа проголосую. Джимми Пейдж это настоящее имя. Вот сейчас офигеете вы все, наверное, так же, как я офигел когда-то. Псевдоним, тот, кого ты назвал первым. Да, это Джон Пол Джонс, ребята. А, Джон Пол Джонс? Джон Пол Джонс это псевдоним. И за этим псевдонимом просто офигительная история. Настоящее имя Джона Пола Джонса – Джон Болдуин. Болдуин. Джон Болдуин до того, как стать Джоном Полом Джонсом и частью великой группы Led Zeppelin был классным, очень-очень востребованным сессионным музыкантом. Просто супер востребованным сессионным музыкантом в Лондоне 60-х. На какой-то из студийных сессий что-то они там записывали. Его друг история сохранила даже его имя. Не будем называть, но на самом деле ничего не скажут. Ну, тоже музыкант. Блин, он сидит на нас смотрит такой, ребята. Ладно, простите нас, дорогой Эндрю Лук Олдхэм. Человек, которому Джон Пол Джонс, он же Джон Болдуин, обязан своим псевдонимом Джон Пол Джонс. Играли они вместе что-то вот этому... Он тоже музыкант. Да, он тоже музыкант. Этому музыканту пришло в голову, говорит, Джонс, как это какашечное имя звучит, у тебя Джон Болдуин, что-то какое-то... Говорит, что-то надо подумать, как чтобы оно было вот как-то... А вот, как имя графа. Прям, да, ну, Джон Пол Джонс, аж все звенит. Ритмично очень идеально для басиста просто... Джон Пол Джонс. Да. Ля-ми. Ля-ми. Отсылка к первому выпуску. Ты говоришь, ну, как, не знаю, Джон Болдуин, ну, так а что ты мне предложишь? И тут этот музыкант, имя которого я никак не могу... Эндрю Олдхэнд. Запомнить? Эндрю Луг Олдхэнд, я попросил. Эндрю Луг Олдхэнд. Да. Вспомнил, что незадолго до этого он видел афишу фильма, который назывался Джон Пол Джонс во Франции. Джон Пол Джонс во Франции. И он такой, будь Джоном Полом Джонсом. А это персонаж, героя фильма. Да. Такой, хорошо. И даже не стал спрашивать, кто такой Джон Пол Джонс. Знаешь почему? Потому что это известный в англоязычном мире, суперизвестный герой войны за независимость США. Адмирал. Джон Пол Джонс. То есть с графом, я не знаю, был графом или не был. Мстатно звучит. Это я, это огромная просто историческая величина военной истории. Соратник тогда уж и Костюшко, кстати говоря. И очень уважаемый в англоязычной культуре, прежде всего в Соединенных Штатах, конечно, человек. Ну и Джон Пол Джонс такой говорит, ну да, класс. Он под этим псевдонимом выпустил несколько сольных релизов до того, как присоединится к Лед Зеппеллену. Прежде чем присоединиться к Лед Зеппеллену, он уже настолько устал от работы сессионного музыканта, он был супер востребованным. То есть он там говорил, что у меня было просто по 3-4 сессии в день. И я, говорит, уже под конец, я понял, что все, хватит. И вот так он стал частью группы. Но это псевдоним. Для меня это было открытием. Просто, просто реально открытием. Он был самостоятельным творцом до Лед Зеппеллен. И прям вот... Ну, он немного был, да. Ну, как и Джимми Пейдж был, да, с Ярдом. Нет, ну это понятно. Понятно, да, да. Но Джон Пол Джонс, да. Тоже выпустил несколько релизов. А еще про Джона Пола Джонса мне всегда... Я когда слышу это имя, им всегда вспоминается супер смешной мем, когда какой-то музыкальный фестиваль, значит, спит чувак в Майке Лед Зеппеллен, а рядом с ним фоткается Джон Пол Джонса. Типа, ты проспал свое счастье. Это очень смешно. К слову, об Эндрю Олдхэме, это случайно никак связано за человек с Роллинг Стоунс, не было? Ну-ка, подожди. Если вдруг был, я тебе расскажу, что это за Эндрю Олдхэм. А если нет, то я промазал. Я думаю, что... Да, кто же мог... Да, he was manager and producer of the Rolling Stones. Ну вот, а теперь смотри, этот прекрасный человек по имени Эндрю Олдхэм, которого мы даже не хотели назвать в выпуске, а он нас смотрел и огорчился. Он, кроме того, что был менеджером, продюсером Rolling Stones, так еще и записал целый оркестровый альбом каверов на группу Rolling Stones. Ничего себе, вот видите-ка. В котором был оркестровый кавер на песню The Last Time. Так. И звучал он примерно так. Какая прелесть. Вот, так что прекрасный Эндрю Олдхэм, кроме того, что внес огромный вклад в Rolling Stones, еще и дал псевдоним Джона Пула Джонсу, так еще и вот группе Зверф и всем нам подарил большой хит 90-х. Просто фантастический выпуск получается какой-то, реально. Вот как оно все... Если вдруг вы не знаете подробную историю о том, какие же там перипетии с этой песней, я этому посвящал целый выпуск. Вот он. Там я рассказываю, почему группа Зверф долгое время вообще не получала денег за этот главный хит. А получал и человек, чьи имя, я забыл. Не, Мик Джаггер и Кит Ричард. Окей, раз уж ты задаешь темп по псевдонимам, я, конечно, групп сегодня отобрал, может быть, какие-то вспомню, но тоже пройдусь по интересным псевдонимам. Первый, который меня очень давно интересовал, это Принц. Легенда. Супер. Один из самых вообще успешных и знаковых музыкантов во всем мире, песни которого, кроме Purple Rain, у нас практически не знают. Хотя, по сути, в американской культуре, ну, это человек наравне с Майклом Джексоном. У нас никогда. Ну, да ладно. Принц очень подходит ему это имя. И вообще, на самом деле, это имя. Его действительно зовут Принц Роджерс Нельсон. И тут логично встает вопрос. Так почему же я рассказываю о нем в этой рубрике? Слово принц переводится как принц. Вообще-то забавное имя, да, для человека. Здравствуйте. Очень приятно. Царь. Почему его так зовут? Дело в том, что отца Принца звали Король. Это хорошая шутка. Неплохая. Па-бум-пам-пам. Джон Льюис Нельсон. Он тоже был музыкантом. И у Джона Льюиса Нельсона был сценический псевдоним Принц Роджерс. Это псевдоним его отца. Красиво. И группа этого отца называлась Принц Роджерс Трио. Красиво. И он решил, зачем такому красивому псевдониму искусственно пропадать? Назову-ка я лучше так своего сына. И потом он говорил в интервью, что я решил его так назвать, чтобы в жизни он ни в чем себе не отказывал. В общем, как корабль назовете, так и поплывет. Решил отец. Ну и это как бы очень даже не соответствовало. Еще немножечко в тему таких псевдонимов, граничащих с именем. Это Алиша Киз. Для меня стало открытием. А для меня тоже сейчас. Оказалось бы, да? Так созвучно, красиво, так идет ей. Алиша Клавиши. Так вот, зовут Алишу или Алисию? Алиша О'Джелла Кук. Повар! Но однажды ее менеджеру приснилось, что было бы прикольно, если бы она называлась Алиша Клавишей. Ну, Киз переводится как Клавиша, если вдруг кто не знал. Ну или тональности, кстати. Правду сказал. Будь здоров. Напишите в комментариях Ивану, будь здоров, пожалуйста. Пожалуйста. Или тональности. Тональности, да. Но все-таки в данном случае, конечно, это Клавиша, потому что они действительно талантливая пианистка. Ну, в общем, так и подчеркнули. А я был уверен, что это ее имя. Есть еще такой плагин, достаточно качественный, со звуком фортепиано. Он даже называется Алиша Скис. Типа... Ее действительно зовут Билли. Так. И в ее имени действительно есть Алиш. Но это второе имя. Прикол. Я был уверен, что это фамилия. Я тоже. Но несложно догадаться. Ее брата зовут Финниас О'Коннелл. Ее фамилия тоже О'Коннелл. Это потомки ирландских эмигрантов. Но что невероятно интересного в имени ее. То есть, ну, второе имя, это достаточно распространенное у американцев, ну, и вообще у западных людей история. Если прочитать целиком имя Билли Айлиш, вот реальное, как, не знаю, где там в паспорте, в свидетельстве о рождении, зовут ее Билли Айлиш Пайрат как пират Бэйрд О'Коннелл. То есть, у Билли Айлиш в имени есть не только Айлиш, которое, как бы, имя, но и пират. Родители назвали ее Билли Пират. Йо-хо-хо. Билли Бонс. И в одном из интервью BBC она, да, иронично говорила, Айлиш действительно мое второе имя, это не моя фамилия. И целиком я Билли Айлиш Пират Бэйрд О'Коннелл. Странно. Говорит, вообще пират должен был быть моим псевдонимом. Ну, это было бы интереснее, конечно. Но мой дядя не согласился и сказал, что пираты плохие. Дядя виднее. Такие вот дела. Дядя виднее, а вообще Билли Айлиш прям звучит. А еще у нее вот буквально пару недель назад вышел новый альбом. Если не слушали, обязательно послушайте, напишите, как вам. И вообще не забывайте о том, что новости о свежих релизах я периодически публикую в Телеграм-канале Лонг Плей. Я сегодня немножко про 70-е рассказал, о втором любимом периоде потому что 90-е. Калифорняк и группа Вспринга. Мы, кстати, часто этого человека вспоминаем. Это не Декстер Холланд. Ну, дус. Да. Лапшичка. А вот слушай дальше. Дальше начинается интереснее. Действительно. Ну, надо сказать, что Нудлс, если вдруг кто-то забыл или не знал, что Нудлс это гитарист Вспринга. В очках такой очень колоритный чел, очень обаятельный. Мы несколько раз рассказывали о нем в разных контекстах. О том, как он уборщиком в школе работал. Работал уборщиком в школе, да, совершенно верно. Как он уже после выхода Smash, альбома, который взлетел на первой строчке чарта, не хотел уходить из школы, потому что он обещал доработать до конца контракта. Очень-очень милый дядька. И я, кстати, был на концерте когда-то, когда-то, и он прям, вот он супер обаятельный. То есть он ведет себя просто вот реально максимально искренне такой, вот как говорят, солнечный человечек. Вот это Нудлс, знаешь, что-то. Что с псевдонимом? Да, Нудлс это лапша. Там, быстростворимая и так далее. Ну, возникает вопрос, почему он Нудлс? Причем здесь вообще лапша. Оказывается, лапша вообще ни при чем. Блин, я уже думал, у него была прическа, как у Джастина Симберлейка. Нет, нет, нет. Я тоже, вот мне казалось, что как-то это связано с прической. Вообще нет. Сейчас будет минутка лингвистического ликбеза. Но эта история для меня была лингвистическим ликбезом, я этого не знал. Это же небольшая предыстория. Там рассказывали о том, что он работал в школе уборщиком, но он не все время там в школе убирал, у него были какие-то перерывы. И в этих перерывах он сидел и бренчал на гитаре, естественно. Ну, как любой, уважающий себя гитарист, панк, тем более, конечно, сидит в школе и играет на гитаре. Так вот, ребята, чтобы вы знали, по-английски to noodle это бренчать на гитаре. А, соответственно, he noodles он бренчит. Он бренчит. Вау! Это прикольно. То есть все ребята во дворе сидят и noodles. Да, сидят и noodles. Вау! Буду знать, каким словом называть рукоблудие. Это очень интересно. Класс. Я, насколько помню, еще noodles noodles звали азиатку из гориллаз. Но это, скорее, уже немного более российское происхождение псевдонима. Кухня. Национальная. Британский юмор, он такой. А вот noodles бренчало интересно. Очень интересно. Спасибо. Ну и чтобы совсем мы сегодня по псевдонимам не ходили, я все-таки отложу еще пару историй о группах. И нравится мне вот ближайшая история за происхождение, насколько важен, скажем так, стиль. Речь о группе TheXX. Об очень, очень любимой мной группе, которая, к сожалению, сейчас не активна, но кажется, пошли новости, что они что-то там снова выпустят. имел огромное счастье быть на живом концерте в году, наверное, семнадцатом. Очень их любил на тот момент, но почему-то думал, что группа ну не настолько крутая, а они хедлайн, сетом, это было великолепное вообще шоу и очень-очень хочу еще попасть. Да ладно, это все мои вьетнамские флешбеки. О названии. Вообще, что это значит? X? Что за загадка? Во-первых. А во-вторых, этот крестик, он такая, ну неотъемлемая часть их дизайна, у них все очень так минималистично, красиво, геометрично. И оказалось, что ребята, просто сидели в ворде, печатали всякую дребедень, всякий текст и смотрели, как оно выглядит. Просто опирались не на смысл, а на эстетичность. Прикольно. Не на звук, не на смысл вообще, а на то, как эстетично, вообще интересно выглядит название. Да, интересно. И пришли к тому, что крестик это очень прикольный символ, а два крестика это вообще уникально, а the, два крестика это что-то вот суперинтересное. Я не могу не согласиться, это реально и смысл интересный, и сразу ты задаешь себе какой-то вектор эстетики дизайна. Да, да. Вот, очень счастлив, что впервые вспомнил одну из моих любимых групп на канале и похожая история у группы Churches. Шотландская группа, которая по сути пишется как Чвырчес. И это тоже пошло от того, что их друг сделал просто логотип, где изменил правописание Ю на Ви, и они такие посидели, подумали и прикинули, что когда в гугле будут писать их название, все будут просто смотреть фотки церквей. Подумали, так почему бы нам тогда не назваться Чвырчес? И напоследок порадую твою душу более старого рока, очень интересной историей с привкусом авангарда, искусства и всего прочего. Группа Както Твинс. То есть, ну понятно, что в честь Жана Кокто, писателя, художника, архитекта, человека всех подряд возможностей и умений. Но они же не близнецы. Почему Както Твинс? Почему? Дело в том, что у группы Simple Minds была тоже такая прекрасная группа постпанк. Я вспоминал ее в выпуске про Дэвида Гетто. Он свой The World Is Mine сделал из песни Simple Minds. Так вот, у этой группы была песня под названием Както Твинс, которую позже они перезаписали, она называлась No Cure. В общем, герои этой песни два близнеца гомосексуала, которые как бы влюблены в Жанна Кокто. И эти самые близнецы, они и есть Както Твинс. И вот в их честь группа Както Твинс взяла свое название. Очень оригинальный подход как и сама группа Както Твинс. А теперь смотри. Группа Simple Minds взяла свое название тоже из строчки песни. И эта строчка из песни Дэвида Боуи Джин Джинни. Достаточно большой хит. Я на самом деле понятия не имел кто такой Джин Джинни или кто такая. Пока сегодня не понял, что это Жан Джене. Как бы тоже писатель и тоже современник Жанна Кокто. Ага. Которые собственно с Жаном Кокто были друзьями. Которому Жан Кокто можно сказать путевку в жизнь дал. Они там вместе с Сартром тусовались. Еще и Сартр. Да, понимаешь? Ну ладно, канал наш сегодня не об этом. Так вот. Дальше будет инфа, которую я вычитал. Я не читал произведение Жанна Кокто ужасные дети Le Infant Terrible. Но забавный факт роман этот повествует о двух братьях и сестре по имени Лис. Вокалистка группы Cocteau Twins Элизабет Фрейзер Лис Это Трио Эти братья и сестра творят в романе в общем альтернативную реальность. Вот такой интересный круг через группу Simple Minds Дэвида Боуи Жанна Кокто еще и Сартр сюда впихнули Ё-моё что канал Longplay уже не тот. Извините, Жанна Боуи. Ох, ну так по-моему на этом канале мы еще не заканчивали точно пора уходить в отпуск небольшой совсем небольшой ждите новый выпуск Longplay через пару недель а на сегодня все. На сегодня будем прощаться но скоро увидимся всем счастливо классного лета вам. До новых встреч пока, друзья.